всех приветствую друзья сегодня погодка видите сами какая плевать дождик вот а мне надо забраться в эту гору и найти выход из сложившейся ситуации так ну что поедем потихоньку тогда тут стоит блокировку включать или нет на понижай очки аккуратно постараюсь залезть забрался прекрасно без всяких блокировок так ну а теперь предстоит в чем-то самая самая сложная часть нужно найти выезд этих мест так попробуем по полю двинуться надеюсь здесь камней нет крайне мере они мне здесь не встречались трава высокая конечно так впереди лес там не знаю выеду там или не выеду но по идее должен наверно кажется хорошо бы чтобы встретилась какая дорога тут что-то не грязь тут случайно нет это борозды или не знают поля наверно распахивались раньше эти какая-то канава опять ё-моё так читая не понял что-то я не понял куда я куда я попал так не знаю не знаю не знаю чувствую вам сказать куда мне дальше двигаться так туда что ли не знаю а я попал куда я заехал куда ты тут я не знаю камень что ли не надо обратно ехать тут я чувствую что не пройду надо свериться с картой и возможно сделать привал вот тут полянка такая ровная тут и остановлюсь прямо тут так главное они не потеряться теперь не заблудиться главное теперь не заблудиться потому что вообще я ничего не вижу вокруг никаких ориентиров откуда я приехал оттуда я приехал так так короче все так вот ой хорошо так кофе тайм сегодня у нас отлично 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 сейчас подождём пока вскипит прекрасно попить и выбираться отсюда слушайте а хорошо вот так сидеть довольно таки эргономично тут спиной опираешься вот так органайзер вот тут тебе столик и тут тебе столик вот так вот все нормально так располагаюсь удобно очень не мочит сама это главное хорошо на природе чё там у нас закипает чем кофе по-торецки кто не знает три подъема пены должно быть и нельзя давать ему вскипать то есть сейчас вот пена пойдет сейчас я покажу как это по-настоящему как бы делается и будем снимать с огня и три раза вот этот ход пены повторим можно огня даже немножко прибавить вот так вот побольше так вот смотрите вот смотрите смотрите вот сейчас будет первый ход пены вот видите пена стоит кофе не кипит вот так вот раз и вот смотрите вот как если у вас кофе вскипит этой пены не будет и вы потеряете аромат этого напитка лопа есть вот ребята все то есть если кофе вскипает ну то есть обнажается собственно там кофе вот и пена моментом пропадает мы все сделали правильно поэтому можно выключать нашу горелочку так выключаем и будем разливать разливать кофе вот кофе на природе или чай на природе самое самое такое приятное что может быть потому что так скажем вкусовые рецепторы работают значительно эффективнее на свежем воздухе обостряется особенно в наше ковидное время обостряется вкус обоняния и раскрывается эти напитки должным образом то же самое кстати и пищи касается бутербродик какой-нибудь вот ну все ваше здоровье бесподобно шикарно так можно остановиться выпить кофе пожалуйста невозбранно так ладно все я вам показал короче все буду пить кофе и видами прекрасными наслаждаться и думать как отсюда выбраться на карту сейчас посмотреть будет благо связь есть короче я вот тут а мне надо по идее вот сюда получается как-то вот проехать и и и вот сюда и тогда я попаду на дорогу получается вот так вот то есть по идее вот вот здесь вот я должен проехать но должен то это должен а тут я речку вижу какую-то и вижу что короче вот так как как-то так а здесь еще дальше получается да и по лесу то вряд ли у нас что-то получится короче будем пытаться выбираться примерно понял как и чего надо делать вот будем короче выезжать из этих глухих мест что пришло время сворачивать нашу походную кухню и ехать дальше чем и займусь ведь вот целый кухонный уголок получается так поднимем эту крышку нашу полку чтобы удобнее было вот и уберем все на место так сюда сейчас поместим нашу горелку как обычно в этом месте она располагается вот тут вот и кофе тоже сюда в принципе допустим тут лежит так и газовый баллон тоже сюда все все прекрасно поместилось так столик убираем все закрываем это в рюкзак пойдет а кстати вот еще такой вот столик у меня есть смотрите его уже как-то показывал тоже можете заказать все он вот он на руль вот так вот устанавливается пожалуйста и вы сидите так вот сидите можете что им писать тут ноутбук поставить или есть опять же здесь вот то есть вот он довольно такие крепкие и видите обшит кожей здесь карпет такая штука тоже полезно если хотите заказать то также точно пишите а кстати да органайзер рекламу запускаю очередную как как его приобрести кто вот такой же хочет такую же многофункциональную вещь чтобы кухня у вас тут было и спальное место и так далее в общем запускаю ролик багажники автомобилей lada niva travel и chevrolet niva не славятся своей вместительностью и уж тем более в них нет никаких ниш и органайзеров для того чтобы хранить всю вот эту вот необходимую мелочевку и спасает меня только органайзер от магазина авто мечта который является не просто магазином но и производителем органайзер просто кладется в багажник и не требует никакого дополнительного монтажа разрабатывался он с применением 3d сканирования и в точности огибают все сложные изгибы багажника niva органайзер условно поделен на четыре зоны 1 2 3 4 которые оснащены вот такими вот крышечками раздельными вот здесь вот есть вот такой вот столик который можно выдвинуть и что-нибудь тут расположить внутри все пространство сообщается это ребра жесткости чтобы здесь можно было спать и нагрузить сюда много-много всего тяжелого вращаем багажник в полноценное спальное место опционально органайзер оснащаться вот такой вот яркой светодиодной подсветкой которая осветит внутренности вашего бокса внимательный зритель заметит что наш органайзер фактически бездонный это сделано для того чтобы не скрадывать и без того маленький объем багажника при рациональной укладке даже та куча вещей которую я вам показал в начале ролика помещаются сюда без труда еще остается масса места секрет багажника шнивы в том что он не глубокий но он высокий потому что высота автомобиля большая и за счет вертикальной загрузки вы сможете сюда запихать очень много а заказать данное изделие можно по телефону который появился сейчас на вашем экране либо по электронной почте отправить заявку если вы проживаете в москве возможен самовывоз если вы проживаете в любом другом регионе россии или ближнего зарубежья доставим вам груз транспортной компании либо почтой россии вот увидели да то есть заказывайте хватит на всех всем достанется вот рюкзак походный стульчик так а воду я салон пожалуй чтобы она не опрокинулась вот так все сейчас поедем а эту еще накидку кстати столик влагостойкий и вообще это все как бы краска влагостойкая то есть все вы тут можете это заливать прекрасным образом ничего у вас не испортится ух на улице прохладно однако же все равно кофе то согрел но ненадолго вот так поедем стекло немножко запотело давайте-ка включим отогреем его нити обогрева все вперед в общем куда-то туда надо ехать понятно то что ехать надо туда по ходу дела разберемся туда или не туда не помню это место да здесь моих следов нет то есть как-то вот в ту сторону нужно двигаться как быстро стекло отпотела кстати говоря потеплее сделать в салоне . прохладно стало возвышенности такие не знаю болот тут оба это что такое дорога что ли но на дорогу честно говоря это не очень похоже но в то же время вроде как и похоже поэтому попробуем двигаться здесь еще не видно никаких ориентиров ну да какая-то дорожка заросшая 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 по идее вот не через этот лес можно будет проехать я тогда вы еду на трассу сколько дотуда я не знаю честно говоря по километражу было задать кстати посмотреть воспользоваться благами цивилизации в виде интернета ладно пусть будет сюрпризом по крайней мере известно направление как я уже сказала по тут какая-то дорожка тоже по моему смотрите как точно тоже заросшая дорога во 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 вот ребята вот видите кота кальяне стандартная правда не знаю на чем тут ездят туда какая-то идет дорожка а тут по моему вообще машина оставляют здесь вот или или чё тут оставляют не знаю на чем тут ездят тут что-то по моему разворачивается так знаю я думаю что мне туда туда он мне камеру кстати надо чистить во весь как сразу сразу хорошо стало видно все туда попробую наверно протиснуть может быть а и туда можно короче надо обратиться к карте слушайте а вот с определением местоположения что-то какая-то беда я сейчас пытался направление посмотреть и у меня это не получилось почему-то компас короче прыгает поэтому я не знаю вот я верном сейчас направлении двигаюсь или нет но вроде бы как да потому что на карте вот эти полянки вроде как указаны никаких там вроде болот не было по пути и я их собственно говоря не вижу поэтому едем дальше тут какая-то низинка кстати говоря лучше объехать так едем дальше смотрим что будет пока еще сказать не могу тут какая-то вот тоже канала что-то тут как будто кто-то лежал зверь 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 выход один включать периодически карту и смотреть где я вот таким образом будем направлении главное свои следы не потерять вот еще что потому что если это произойдет будет проблематично отсюда выбираться в таких вот местах очень очень легко очень легко заблудиться напрочь надеюсь со мной такого не произойдет опять же повторюсь да куда я залез вот вот тут вот как будто здесь дорога была здесь вот что-то такое а тут как будто канавы вот вдоль этой дороги были у ее мое слушайте анара по этой дороге поеду все таки тут вот мне не нравится место где-то тут пошли грязи может погодка то такая все раскисает дерн прорвешь и хлоп все сидишь вот и камень в такой траве тоже может быть надо смотреть места у нас каменистые куда я залез надо было не тут ехать надо было вернуться вот нормально по нормальному куда меня черт понес а давайте карту посмотрим так карта 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 здесь вот тут я а тут дорога а до дороги в принципе вроде как и недалеко вот сейчас мне главное вот сюда вот прямо короче вот туда проехать и там какая-то еще будет в бок что-то будет короче не знаю что поедем посмотрим определим 14 12 мне надо к трем часам спеть домой мне сегодня выдвигаться надо будет далеко я не знаю на своей машине поеду или нет в общем собираюсь тут поездочку в одну вот 400 километров одну сторону отмотать так ой блин ой блин куда я лезу а куда я лезу куда я лезу товарищ тут шиповник растет тут шиповник и тут где я опять вот где я куда я попал ага мне туда мне туда дорогие мои товарищи вот туда я и поеду вот туда я и поеду вот туда я и поеду да вот у вот то Казиста жизнь российского лесника. Заросли крапивы. Может, тут дорога была когда-то. Такое вот ощущение у меня складывается, что как будто надо было через деревню вернуться. Зачем я сюда приехал? Было бы еще времени побольше тут путешествовать в таких местах. Это я еще понимаю. Не завязнуть бы нигде. Ага, вот смотрите-ка, я двигаюсь вроде куда-то по направлению к дороге. И недолго вроде и осталось-то. Было бы тут вот куда дальше ехать, а то я что-то... Смотрю, вот я приехал, и куда дальше мне, и все вроде. Он туда куда-то еще ведет что-то. Поедем туда. Е-мое, куда я залез, да? Куда я залез? А, во! Куда, вот куда. Вот сюда вот можно ехать. Во! Тут какая-то низина. Лишь бы там реки не было никакой. Вот еще что. Если там река, мне придется обратно возвращаться. Куда я залез? Не знаю куда. Иди туда, не знаю куда. Вот я так и назову этот ролик. Ну а все. А здесь мне никуда больше не проехать. И... И дорога-то рядом, ребята. Она рядом. А, смотрите. А, вот здесь еще можно. Во, там какая-то деревня рядом еще. Так, все, стоп. Мне кажется, нашел, нашел выход. Ура! Ура, товарищи! Надеюсь, что это так. Надеюсь, что это так. Сейчас развернусь и обратно поеду. Фу! Кажется, нашел выход. Кажется, нашел выход. Едем обратно. Ну, такие следы довольно-таки отчетливые. Может, и не заблужусь. Вот видите. Довольно-таки нормально. Ну что, вот едем туда тогда. Вот тут просвет я вижу какой-то. Какой-то просвет. Нет, значит... Значит, там выход. Значит, там выход, получается. Вот, ребята. Видите, как по лесам-то ездить. Куда? Как? Непонятно. Вот здесь вот как мне проехать? Смогу ли я тут вот где-нибудь протиснуться, просочиться? Вот тут вот мне, например, не проехать. Мне вот это дерево мешает. А это наклонилось дерево. Сейчас пойду смотреть. Смогу ли я тут дорожку себе протоптать? Слушайте, ну тут... Там-то явно что-то есть. Как здесь проехать? Вот это он может немножко отогнуть. А здесь ветку обломать. Может быть, вот так и проеду. И вот туда. А там вроде свободно. Ну, попробуем. Попробуем что делать. Дерево уступает мне дорогу. Я еду. О! Прекрасно. Вот и все. Вот и едем. А тут уже хорошо. Тут уже... Мы куда-то попадаем. Смотрите, какой лесок чистый. А тут вот все заросли. Травины. Там еще камень впереди какой-то здоровый вроде лежит. Не знаю, не вижу. Отсюда толком. Ой, неужели я выеду, а? Время, время поджимает. Надо мне на дорогу. На дорогу надо мне. Так. Вот. Здесь какой-то спуск. Наверное. Аккуратно сейчас ехать. Вон камень какой здоровый. Булыжник. Ага, вот смотрите, там деревня. Вон там деревня. Вот она. Вот она, деревня. Вот она, деревня. Но мне похоже... Камень. Но мне похоже в эту деревню-то не проехать будет. Вот в чем дело. Ё-моё. Что делать-то, а? Там, короче, похоже, что речка внизу. Я попробую, конечно, сейчас проехать, но... Но не факт. Нам было, блин, этой дорогой ехать. Зачем я сюда поехал, а? Может и удастся, конечно. Я не знаю. Сейчас пойду на разведку. Что делать? Уж очень мне не хочется, честно говоря, возвращаться. Очень не хочется. Может удастся выбраться. Смотрим. Сейчас пойду на разведку. О, ё-моё. А там заросли. А там внизу заросли. Полнейшая. Слушайте, наверное, не получится. Так. Вот так вот я хотел сократить. Сократить маршрут я хотел. Сделал себе только проблемы. Смогу, не смогу. Чё там внизу? Неизвестно. Не, друзья, без моста мне здесь не пройти. Без мостика. Видите, берега слишком большие. Блин! Опять обратно ехать. Зачем я сюда поехал, а? Кто мне скажет? Кто мне скажет, зачем я сюда попёрся, а? Блин! Так, добрался до машины. Фу! Обратно поехали. Ничего не получилось. Сейчас надо быстро-быстро обратный путь. Так. По следам-то проще будет. Быстрее. Я вроде нигде не петлял по пути. Поэтому выберусь. О, какую дорогу протоптал, а? Фу! Так. Ну всё. В темпе. В темпе. Начинаем движение. За полчаса надо успеть. Во что бы то ни стало мне отсюда вылезти как-то. Дерево не въехал. Правым боком. так, а вот я отсюда приехал. Вот видите, сейчас чуть туда бы не выехал. Время бы потерял. всё. Вперёд. Всё. Вперёд. Вперёд. вообще шикарно. Вообще шикарно. Как же жалко-то. Вот чуть-чуть бы и всё, и выехал. Вперёд. А нет. Придётся вот так вот. Так. На ней не страшно так вот ехать, как бы быстро по полю, потому что ты знаешь, что ты не пробьешь тут ничего резина высокая удар держит на этой машине я пока еще ни разу диск не мял ну, может все еще впереди, конечно но пока не нашлось такой ямки, где бы я пробил так, стоп стоп, вот тут вот вот тут вот важно не заблудиться по-моему, я отсюда приехал не, все-таки я тут немножко немножко все-таки я тут петлял вроде сюда я выбрался, ура все ура, смотрите, какие виды красивые, сейчас окно открою из окна вам покажу из окна поснимаю ура выбрался, наконец-то фууу не, ребята, это все-таки так нельзя опрометчиво, как я поступать как я люблю делать надо все-таки все-таки надо думать головой приключения это, конечно, хорошо, но не тогда, когда ты опаздываешь куда-то тебя люди ждать будут но я, конечно, хотел-то все равно хорошо сделать я хотел успеть пораньше но в итоге сейчас задерживаюсь кстати, смотрите, смотрите у вас скользко как срабатывает этот самый АБС-ка вот вот смотрите блин, она скачет она скачет по этим неровностям всем прямо без всяких всяких вообще проблем настолько классно подвесочка вообще просто шик, блеск и красота вот, кстати говоря я уже писал об этом в комментариях если АвтоВАЗ похоронит Ниву вот нормальную вот эту вот легенду и Тревел там и так далее вот и сделает Дастера в новом обличье что, собственно говоря тоже планируется и скоро уже тут уже, кстати, первые такие снимочки появились дизайнер новый АвтоВАЗовский на фоне на фоне новой Нивы так что мы, я думаю, скоро увидим ее вот так, АБС хотел вам показать, как работает вот, смотрите вот, слушайте вот так работает работает так, ну ладно так вот да, блин, забыл-то вот, короче, если загубить Ниву я возьму Патриота снова вложу там, не знаю денег в него руки ну и, блин вот, это единственный внедорожник такой честный остается у нас если Нивы не будет я даже готов там, не знаю смириться с его проблемами я знаю, как их исправить но если Нивы останется я снова возьму тревел так, все, друзья в общем, я еду ух ты как скользко на дороге в общем весь капот в листьях все, друзья всем пока до новых встреч на канале я лохматый по лесу бегал как леший все, пока пока до встречи поши почистить хоть тут тупись даааа одна кожина Продолжение следует...